Здравствуйте, уважаемые мои соотечественники и уважаемые россияне! Здравствуйте, уважаемые жены, у которых мужья инородцы и дети! Тема моего обращения к вам, как и, впрочем, тема последних нескольких дней, незаконный противоправный арест моего соотечественника Эльвина Исаева. Кто такой Эльвин Исаев? Эльвин Исаев – патриот своей Родины. Эльвин Исаев – пламенный борец за справедливость, за права своих соотечественников. Он – блогер. Будучи преданным своей отчизне, он не может находиться в стороне и наблюдать, как страну под названием Азербайджан хотят стереть лица земли. Он – блогер-политик, и поэтому все те бесчинства, которые творятся на его Родине, не могут оставить его в стороне и молчаливо наблюдать, как наступает конец его родной земле. Он не может не подать свой голос. И что же случилось? Проживая в России более 20 лет, для справки сообщаю вам, что он переехал с отцом в Россию в 1998 году, когда был еще несовершеннолетним. А отец его уже тогда был гражданином Российской Федерации. Так вот, являясь законопослушным гражданином России, он сам и его деятельность никого и никогда не интересовали. Его паспорт гражданина России ни у кого не вызывало подозрений и сомнений в его действительности. И вдруг. И вдруг, как террористы его арестовывают посреди улицы, проверяют, в кавычках говоря, действительность его паспорта. Изымают его, а самого заключают под стражу. Как ловко, но по-детски наивно и нагло подстроено. Ильвин неоднократно проходил, проезжал там ужина и посты. Получал важные личные документы, которые выдают только на основании паспорта гражданина России. И все было в порядке, и все было на основании законных требований Конституции и законодательства страны. И что же случилось теперь? А теперь случилось вот что. Он перешел дорогу всем тем силам, которые бессовестно продали его отчизну. Он перешел дорогу всем тем, кто порабощает его народ. Он перешел дорогу внутренним и внешним врагам. А враги очень ухищренно и наглые. Они потеряли человеческое лицо, стыд и совесть. Сначала отняли у него документы, а потом дали на расстязание такому же подкупному, как они сами, позорному правосудию. Уважаемые россияне, также хочу, чтобы вы знали, что Эльвин Исаев женат на русской женщине, которая является гражданкой России. У него также двое несовершеннолетних детей, которые родились в этой стране и являются его гражданами. Два его брата, отец и мать, также являются гражданами России. Как же это возможно? Как можно рушить семью и оставить детей без отца, семью без главы? Отец его перенос инсульт, жена тоже тяжело больна, да еще и сирота, у которой единственная поддержка – это Эльвин. Сегодня мы боремся за его свободу, и у нас есть все правовые основы для его освобождения. У нас тоже есть юристы, знающие свое дело, может, даже лучше, чем многие другие, причем неподкупные. И мы не дадим стать мишенью нашего соотечественника нелюдям. Мы все станем на борьбу за него, тем более, что у нас есть для этого неоспоримые правовые основы, веские доказательства и доводы для защиты нашего Эльвина. Враг силен, но против народа, и он бессилен. Сегодня я призываю всех моих соотечественников стать на защиту Эльвина Исаева. Сегодня я призываю всех женщин, у которых мужья и народцы, защитить Эльвина, подать свой голос в возмущение. Дорогие жены матери, нет гарантии, что подобное не может случиться с вами. Защитите Эльвина. И тем самым пресеките в будущем подобный случай, который может случиться с каждой из вас, случай, который может оставить без отца ваших детей. И нет гарантии противного. Эльвина хотят депортировать, и я более чем уверена, что он обязательно окажется в гнусной ловушке, которая усердно готовится для него в Азербайджане. Все те резкие выступления, которые он, не боясь и не опасаясь гнева врага, демонстрировал по интернет-сетям, до глубины уязвили власть Азербайджана. И они сделают все возможное отомстить ему, окажись он в ее руках. Уважаемые жены и народцев, я призываю вас стать на защиту жены и детей Эльвина. Проявляйте свое усердие, как проявили бы вы, окажись в той же ситуации, в которой находится в данное время жена и дети Эльвина. Не проявляйте свое безразличие. В опасности не только наша страна. В опасности может стать и ваша, если вы так молчаливо реагируете на бесчинства, которые творят судьи вашей страны. А вам известны многие другие примеры их безнаказанности. Уважаемые россияне и уважаемые соотечественники, поддержите нас. Встаньте на защиту Эльвина, как бы вы встали на защиту своего близкого человека, если бы он был несправедливо обижен, осужден, несправедливо попраны его права. Не молчите, не бездействуйте. Проявите гражданскую активность. Продемонстрируйте свою гражданскую позицию. Покажите и докажите, что вы не бедный, несчастный народ, право которого могут попирать как угодно заинтересованные бесчинствующие силы, которые уже привыкают или, может, давно уже привыкли, что они безнаказаны и что они полубоги. Да простит меня Бог за такое сравнение. Встаньте на защиту Эльвина, Исаева. Свободу, Эльвину, свободу, свободу.